друзья привет сейчас самый разгар осени я придумал для вас стих что-то стало холодать вот вам mazda cx 5 на самом деле там было не пора ли нам поддать это все про алкоголь и дальше все напиваются вот а сегодня у нас как вы уже успели догадаться непревзойденная лада веста хочется мне сказать снова ностальгия навеяла mazda mazda cx 5 друзья это средний размерный я бы назвал полноразмерным полноприводным кроссовером от с одного из самых красивых концернов потому что mazda это в первую очередь те ребята которые славятся своей сладкой внешностью и именно вот этих красоток выбирает большинство наших клиенток умеют находить толк в красоте и так второе поколение mazda cx 5 сегодня на нашем канале автомобиль занял место между более компактным кроссовером cx 30 и более крупным cx 9 с 2016 года автомобиль выпускается вот в таком кузове и сегодня мы будем разбираться что это за такая красотка что есть у нее под капотом в салоне пройдемся как всегда по визуалу поговорим о том что еще можно выбрать подобного класса в подобный бюджет давайте начинать начнем как всегда с визуала друзья и посмотрев на вот эту тачку сразу же понимаем что блин почему-то мы mazda недооцениваем ведь все кто заказывает кроссовер первую очередь просят subaru nissan harrier мне дайте харир харир хочу и многие забывают про то что есть еще вот такие красавцы красавцы и красавицы потому что действительно объективно вот в этом рестайле получается в этом поколении машина выглядит ну просто ног шибать на если говорить про прошлую версию тоже вполне симпатична она как и все любые mazda но это прям что-то с чем-то из поколения к поколению раньше фары становились все больше что спереди что сзади потом все меньше и меньше вот сейчас они уже сузились да вот таких вот дает нам о себе знать что это азиатский все-таки бренд производитель не знаю наверное если не брать значок mazda сейчас за расизм не заблочит сидел короче очень сильно нависающая вперед часть решетки решетка огромнейший как практически у всех вообще визуально тачка напоминает infinity fx помните вторая версия который рестайл а вот эти появились но издалека если убрать вот эту табличку огромную mazda пострите на дир размеры просто можно спутать фиником по визуалу в общем мне машина очень зашла друзья по борту здесь особых изменений нету стандартный борт стандартного кроссовера единственное что ну вот чуть-чуть не подсознательно почему-то хочется ее продлить но это бы получилось уже по задней части также изменились у нас с топори до задние говорит на огне тоже они стали меньше все с той же тенденции уменьшения оптики добавление больших элементов да здесь из нескольких частей состоит у нас здесь короче говоря вопросов нету напоминает мне точно также финик внешне тачка очень красиво со всех сторон друзья на задние дверцы у нас вот такой вот шильдик sky актив ди технологи означает что версия у нас сегодня дизельная пойдемте в техничку нашел у за красоту надо платить весом потому что красивые девушки они всегда кто толстые тяжелая хотят сказать но это неправда если это я просто чё вижу то и несу ересь какую-то несу свет на но капот действительно очень тяжелый как раз таки наверное то что массивный где у нас втыкашка вот она вот она о когда вот такой тяжелый капот хочется сразу отметить что не хватает мне здесь газоупоров до которые легко подымут и так sky active technology друзья что же это за технология а расскажу я вам автомобиль mazda cx 5 был вообще первым в своем классе первый вообще в концерне mazda которым применили вот эту технологию sky active означает она что общую массу всех агрегатов уменьшили по убирали лишние запчасти немножко упростили облегчили но без потери эффективности и безопасности вот так вот написано википедии по факту просто упростили немножко мотор упростили автомат mazda кстати остается единственным концерном то может не единственным но одним из немногих в японии точно единственным который ставит на все свои модели гидравлические автоматы либо механику то есть никаких вариаторов никаких роботов но вы поняли да староверы тире моздоводы соответственно вот данный автомобиль у нас идет на дизельном моторе объемом 2 и 2 литра это турбодизель мощностью 190 лошадиных сил также вы можете приобрести такой автомобиль на двухлитровом 155 лошадиных сил на двух с половиной литровом 184 лошадиные силы и с восемнадцатого года добавилось еще одно решение в эту линейку два с половиной turbo 230 лошадиных сил вы можете взять автомобиль на автомате шестиступки либо на механике друзья по дизельным мотором да есть вопросы очень много разногласий многие до сих пор не доверяют дизелям но от себя могу сказать так что были вопросы действительно к этим мотором это все-таки common rail электронный впрыск но если вы не будете пользоваться корабельной солярой или вот этот который дед семян что с тепловоза слил давай мазать твою зальем не будет проблем будете от семеновича заливать будут проблемы поэтому это не тот старый добрый козе до куда можно плюхнуть поставить вот такой вот сепаратор камазовский и походит еще нет это все таки поэтому как и в завершении любой технической части я скажу при должном обслуживании проблем не будет ну кроме вот этой кочерги может быть потому что ну какая-то реально удобная штука клиренс автомобиля 210 миллиметров как у их строила даже на 5 миллиметров повыше это немало это немало для города вам будет предостаточно можно даже съезжать дороги единственное чуть забегая вперед скажу что после прошлого поколения вот эта машина кажется больше может быть она из-за того что немножко пошире но массивная и вот прям лихо да как на форике сруливать с асфальта и там долбить дальше по этой грунтовки на ней не сможете потому что она прям располагает тому чтобы ее беречь ну может это просто потому что я прям визуалом проникся и берегу 19 колесики у нас установлены в зависимости от комплектации они могут быть немножко меньше здесь размер размер смотрится очень четко я бы даже менять ничего и не стал друзья что хочется сказать про салон этого автомобиля он такой же красивый как и внешне хоть я и технарь по специальности но все равно в этой машине меня больше всего подкупает внешний вид вот эта детализация по кузову по салону смотрите здесь строчка строчки как в лексусе мазда один из немногих сегодня уже часто звучит такая фраза концернов кто не разделяет то есть если брать тойоту да у них там в крауне есть все в vc нет ничего от мазда даже в автомобилях самых бюджетных может сделать очень комфортные салоны из реально классных материалов до по опциям абсолютно не уступающих топовым классом автомобилей но здесь у нас cx 5 соответственно это не самый простой автомобиль и салон здесь на полном фарше забегая вперед скажу что это жирненькая комплектация полная самая полная как вы любите говорить на западе у нас есть все и даже и люк который абсолютно не является частью комплектации опциональная штуковина но очень многие вы хотят очень многие готовы за него переплачивать полностью кожаный салон подогрев всего подогрев сидений подогрев зеркал подогрев руля который вы так тоже просите действительно это не такая частая опция встречающаяся японских машинах но здесь есть все как раз таки может быть поэтому мазду и любят на западе где люди которые привыкли ездить на европейцах которые напичканы подогревом всего мы снимали обзор на ладу даже там есть подогрев всей зоны стекла подогрев руля и всего влади а в акве нету скажите почему потому что теплая страна япония вот они берут все-таки качеством и когда вы это поймете когда же вы это поймете уже наконец давайте запустим послушаем как у нас тарахтит дизелек мотор тарахтит немножко когда вы стоите прямо рядом но находясь в салоне с полностью закрытыми дверьми разницы вы абсолютно не почувствуете на ходу по трассе вообще не слышно найдет как гибридная шумоизоляции здесь добавили 40 килограмм то есть на 40 килограмм шумки больше чем в прошлом поколении этой мазды у кузова больше сварных точек то есть этот автомобиль комфортнее тише и спокойнее и мощнее чем предыдущий его кузов вот что по фишкам в отличие от прошлого поколения они приподняли кулису на там чуть ли не 20 сантиметров короче вверх потому что прошлое было пониже и действительно стало намного удобнее вот это вот одна из моих любимых штуковин в мазе да вот такой вот джойстик которым реально очень круто можно настраивать громкость выбирать функции и так далее электро ручник у нас появился система авто холд я думаю вы любители и citroen of знать что такое ну и в принципе все подогрева всего камеры круговой обзор контроль левого борта люк до полный фарш полный фарш перечислять можно бесконечно слушайте но форики побольше места сто процентов сзади как бы она мне не нравилось сегодня эта тачка до места в ней ну немало на самом деле сидеть спокойно можно комфортно при том что у меня сидушка не до конца конечно еще но довольно таки сильно отодвинута назад у нас есть два обдува для задних пассажиров никакого естественно отдельного управления у нас есть подлокотник у нас полный подогрев всего салона то есть задние сидушки тоже подогреваются здесь отдельный рубильничек и это классно кстати очень многие тоже просят чтобы детишек до в садик повез пока нагреется на западе же вся то запуска нету да я так понял если всем подогрев так важен но просто хотите есть здесь у нас такой небольшой кармашек бардачочек с двумя розетками и usb чтобы ваши детишки свои гаджеты держали постоянно заряженными вот эта часть у нас открывается отдельно до чтобы сюда можно было закинуть какой-нибудь негабарит и в принципе никому особо не мешать при этом вот это для чего а эта часть у нас ковра научил никуда классно одна из моих любимых опций это электропривод багажника на всех автомобилях я отмечаю и буду потому что это реально классная штука не то чтобы прям без руки такие все никто не может дёрнуть и нажать нет можно и без нее обойтись но блин ну прям вот ощущение что она живая вот и всякие электроприводы дверей багажников и так далее так вот что я хочу сказать о багажнике это автомобиля пятьсот пятьдесят литров по моему у него объем этого более чем достаточно что можно рассказать о багажнике кроссовер здесь у всех все одинаково сидушки у нас складываются в ровный пол при том что можно и складывать сейчас пойдем салон смотреть вам покажу по отдельности можно сложить только серединку и полу и получится поместится поместится получится у вас четыре человека в салоне короче говоря сноуборды велосипеды лыжи все влетает туда и два сидячих места остается это ли не классно классно вместо запасного колеса у нас расположился огромный сабвуфер босс не то чтобы прям гигантский но со звуком в этой тачке полный порядок вы можете вытащить его вытащить вот эту поролонку который разделяет у вас по секциям чтобы ничего не болталось и положить запаску вот этот сабвуфер помещается во внутрь запасного колеса также вместе с ним прижимается и не теряет своей эффективности здесь у нас вместо запаски идет ремкомплект соответственно но в японии потому что колесо пробить это очень сильно надо постараться вот такой вот коврик положили вместе с тачкой достался от японцев . машина не знаю почему она обделена вниманием среди прочего большинства до кроссоверов этого класса но посадка кайф шумоизоляции с головой динамика у мотора но вполне себе на все 190 лошадиных сил два и два турбодизель очень легкий подхват сидеть удобно поддержка суперская опций полно еще и ваша любимая проекция на лобовое стекло вот 6 ступый автомат дает знать что он не вариатор да то есть вы топнули у вас две передачи сбросилась она прям подрывает дорогу держит ну как утюг самый конечно в этом классе топовый утюг это mitsubi shortlander печи но мне прям нравится машина располагает к себе и серьезно я бы взял хотя никогда mazda не любил нас вообще раньше помните говорили хорошую машину mazda не назовешь не назовут но походу это уже все в прошлом тачка кайф динамика огонь обзор супер материалы бомба подогревы всего рулится четко руль теплый болен как бы не привыкнуть мухловой станет так цены друзья цены на этих красавцах начинается от 1 миллиона семисот пятидесяти тысяч рублей это за самую простую комплектацию на самой простой версии это будет у вас двушка передний привод но в достойном состоянии дальше все как всегда по возрастанию хотите турбодизель придется доплачивать хотите полный привод придется доплачивать поэтому звоните нашим менеджером консультируйтесь по ценам по комплектациям очень много разных опций которые вы можете получить или не получить в зависимости от своего желания вот конкретно эта малышка обошлась нам 2 миллиона 400 тысяч рублей 16 тысяч пробега самая жирная комплектация 22 турбодизель полный привод сегодня мы увидели неплохой неплохую альтернативу легендарному и саму наверное распространенному toyota harrier и действительно можно призадуматься все-таки хорек он конечно по премиальнее он конечно toyota для многих это решающий аргумент но по качеству материалов по внешке по всему остальному но мазда я скажу что если еще не обогнала то как минимум не отстает поэтому друзья присмотритесь к вот этим вариантом вот кого еще в классе полноразмерных кроссоверов можно взять смотря что вы хотите с ними делать если любите ездить по внедорожью условно да все таки это не джипы рассмотрите forester 220 миллиметров и самая лучшая в классе система полного привода если любите комфорт хотите получить гибрид посмотрите nissan x-trail ну или honda везель если что-то поменьше такое более юркое более городское тоже есть любые при любые версии на полном приводе на переднем гибрид не гибрид в общем друзья помните что в японии есть выбор авто для каждого подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля